Видите, там одно из предпоследних, где... Вот, да, здесь у вас, по-моему, вопрос мой вот к чему сводится. До 600 градусов у вас 2-нанометровые частицы получались. Не укрупнялись, ничего. А вот после 600 они вдруг стали быстро-быстро укрупняться, и при 800 градусах стало 20 нанометров. Это очень сильное укрупнение частиц. Они же должны двигаться по поверхности графена, иначе как? Из 2-нанометровых получить 20 нанометров. Ну, тут есть различные варианты. Во-первых, если вы обратите внимание, то есть вот это вот... Окружение этих частиц представляет собой некий... Это уже тоже не углерод. Это, может быть, трисульфит моллигдена, что-то аморфное, ну, неупорядоченное. То есть, возможно, что они начинают просто вырастать из трисульфита моллигдена. А, ну тогда это... Как это образ? Ну, вот в данном случае фотографии получен с образцов, которые отжигались один час. И то, и другое. И то, и другое, да. Ну, вдруг... Процент. Как бы процент можно оценить только из PM. Ну, во-первых, поскольку мы видим сдвиг на XPS в C1S, видимо, этот процент достаточно большой. Да? Во-вторых, вот на этой фотографии. Ну... Что он вы считаете? Оценить его, посчитать его достаточно сложно, но на фотографии видно, что она не одна. Как получаете, с которой вы собираетесь водород получать? А муравьевая кислота, во-первых, часто побочный продукт. И плюс ее можно получать из органических... ну, в смысле, из растений. Чего? Муравьев? Конечно, муравьев жалко, вопрос. Один вот тоже связан. Почему вы не пытались изучить обратную каталитическую реакцию, например, окисление металла? Ну, у вас еще этих композитов. То есть, наоборот, получать органические молекулы. Окисление метана, в смысле... Ну, к примеру, да. Обратная реакция. То есть, катализатор же, он должен работать в двух направлениях. Ну, насколько я понимаю, проводились эксперименты, по крайней мере, вот здесь и... Обратной реакции взаимодействия СО2 с адрозом точно не было. Окисление метана, да, но это другой процесс, он требует, видимо, все-таки немножко другой моратори. Перенос заряда вы наблюдали. Это вы наблюдали в пересчете на один атом углерота или на... Нет, это на один атом, соединенный. Ну, конечно, наверняка они переоценены, поскольку это, во-первых, полуэмпирические методы расчета. Ну, и тоже, вот, вы какую хиральность использовали для этих нанотрубок, потому что вот несколько лет назад... Ну, я проводил расчеты углеродных нанотрубок, убитых молеком и ДНК, и там наблюдается перенос заряда в зависимости от хиральности нанотрубок. Ну, да, на стенах надо. А вот, если я правильно вижу, тут вроде бы 6.0. 6.0, ну вдруг... Вот, ну ладно, МОЛИПДНС-2, я не считаю, 6.6, ну вдруг, да, МОЛИПДНС-2, ну не считаю. А воздух вы производили на воздухе, вот, СССР-800, или в одной этой атмосфере? Ну, воздух производили в высоком вакууме. На воздухе все сгорит. Жалко. Я к тому же. Да, конечно. В высоком вакууме. Спасибо. Спасибо.